Добрый день всем из Краснодара! Меня зовут Юрий Озаровский. Сегодня мы с Машей приехали в зубную клинику Эваден, которая находится на улице Яна Полояна, 53, чтобы полечить ее зубки заодно. Давайте проверим мои, как они. У меня есть небольшая припухлость десны под одним из зубов. Попросим лучшего в мире зубного врача Сурена, чтобы он провел у меня диагностику вообще, что с моими зубками, и мы узнаем вообще их состояние. Тем более уже прошел год после того, как мы устраняли кариес и пломбировали. Передние мои зубы. Представляете, там дырка была большая. Тут все пока работает очень хорошо. Пройдем и все узнаем. Здравствуйте! У нас после лечения прошло уже около года, и мы сегодня назначились на плановый осмотр. Будем проверять рентгеновскими снимками, как у нас все проходит, наше лечение. Новых кариесов я у вас не вижу. Вот профессиональную гигиену надо будет провести. Так, у вас имплант стоит рядом. Прикроем. Гиган, прямо здесь даже халюки куда-то? Нет, все здесь делает. Откроем. Стараемся дышать носом. Будет чуть-чуть неприятно. Деваем. Зуб, который под коронкой, у вас давно эта коронка стоит? Года три-четыре. Там у вас идет обострение хронического периодонтита. Нерв удален у вас с этого зуба, но он у вас воспалился. Чтобы исключить воспаление, чтобы не перешло на имплантат, вам надо будет срочным образом решить вопрос этого зуба. По-хорошему 3D-снимок новый, снимать коронку, лечить этот зуб. Чтобы мы полностью увидели контур воспаления. Зуб двухкорневой, у вас верхний четвертый. Поэтому нам надо 3D-снимок, чтобы мы по 3D-снимку, во-первых, посмотрели объем воспаления и не перешло ли это на имплант. То надо будет, скорее всего, просто убрать зуб, так как он уже леченый и он у вас даже восстановленный анкерным штифтом. И рядом поставить второй имплант. Это худшая картина. Сильно переживать не надо, просто снимок и все. Я вам сейчас дам направление. У вас свечевой ход, здесь на вас спаляется, оттуда выходит воспаление. То есть это вас спасает. Сильно не затягивать. Вот у вас установлен имплант. Все хорошо с ним. Вот есть воспаление на соседнем зубе. В 24-м, где у нас зуб ранее был леченый по осложненному кариесу. И сейчас нужен нам 3D-снимок для выявления контрольного качества лечения. Мои дорогие, я очень сильно теперь переживаю. Поедем делать 3D-снимок. Отправим его и потом узнаем приговор, что же вообще происходит с моими зубками. Хорошо, что все-таки я решил обратиться и попросил все равно посмотреть. Конечно, меня очень удивило, что прям не вставая с кресла, говорит, о, тут надо посмотреть. Тюк-тюк-тюк, бац, мне снимок сделали, уже все проверили. Но все-таки на 3D поедем в отдельный кабинет. Парковочки, ребят, что приехал, вернул сюда так на асфальтик. Тут парковка только для офисных, там тоже только для офисных. Мне так же сказали, думал, хотя бы за деньги припарковаться. Туда завернул, там дороги нет вообще, кое-как, в каких-то бураках припарковал свое транспортное средство. Вот этим Краснодар, конечно, очень сильно удивляет, что вроде бы такой большой город, да, а куда-нибудь свернул, не туда, и уже все прям начинается полный ПП. Здесь был, делал в прошлый раз перед имплантацией, и себе 3D-снимок, и сейчас мы тоже пойдем. Я не туда пришел, на дверь открылся, стоматологу, говорю, да, ой, вынеси, да. Я рассказала, девушка такая улыбчивая, куда идти, надо на улицу из соседнего здания. Мне вот в это здание надо прийти было. Место, куда я иду, называется панорама Бентл. Вот она тут находится, ожидаю, уже сделал снимок. Еще какой-то там снимок в подарок мне шел, в общем, две с половиной тысячи рублей я за это все дело отдал. Теперь ждем вердикта врача, ему по электронной почте отправят, чего, кстати, мы не смогли добиться в Анапе, то есть пришлось везти в Краснодар машину КТ, которую мы сделали в Анапе. Все хорошо получилось в нашем поездке, и Машу не зря привел, и свои выявил проблемы. Хочется, чтобы можно было обойтись мелкой кровью, чтобы детей не надо, и всем что-то подарили. Прикольно, это Краснодар, ребятки. И вот тут выходишь, бац, и свадь тоже кончился. Так что, ребята, везде хорошо, там, где нас нет, авто не ставить, молоток сверху зарисовал. В общем, здесь еще люди борются с теми, кто ставит свои машины. Ну и я вот здесь припарковался. Юра, привет, в общем, посмотрел твой снимок. Состояние вот этого зуба, который перед имплантатом, не очень хорошее. Поэтому спасать его, честно, ну, сомнительная такая идея. Самый такой рациональный вариант – это его удалить. Если будет возможность установить сразу имплантат, ждать время, когда приживется после коронка. В зависимости от клинической ситуации удалить, подождать, когда заживет, потом поставить, потом подождать, когда приживется имплантат, и потом только коронка. Неперспективный зуб, он своей подвижностью приводит к тому, что костная ткань уходит рядом с этим зубом. Он встает в вопрос, а возможно ли потом будет вообще поставить имплантат. Удаление по-любому, да? Если получится сразу ставить имплант, если нет, то ждать, пока живет, и ставить потом. То есть только такие варианты. Хорошее развитие события о том, что опять сверху коронку и подлечить его нет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.